ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 установили в лодку, интегрировал. Начал ее управлять, все. Тот, который сейчас... Конечно, вы что, все. Я же говорю, мы по телефону с тобой говорим, мы тоже с тобой посетили, дружище. Да. Алло. Алексей, да, слышу, что ты авиационный человек, авиационно-космический, да. У меня тут такое творится, даже не представляю. А что за аэродром-то? Наверное, секретный, подземный, да? Да. Вот такие летательные аппараты летают. Что ты знаешь про эту самую умную подводную лодку «Посейдон» с интеллектом? Я никогда не занимался морскими роботами. Я занимался авиационным. Есть принцип робототехники. Принцип, он заключается в том, что если у вас робот самообучаемый, он имеет машинную логику и фактически он имеет искусственный интеллект. Но уже 35 лет ученые спорят, что такое искусственный интеллект. То есть определения, я тебе скажу так, в академических кругах нет определения, что такое искусственный интеллект. Да. Этого нет. Как он связан с непослушанием к хозяинам? Это же тоже возможно, что он связан как-то с… Опять-таки объясняю, что у машин нет эмоций, поэтому они выгодны для управления сложными техническими системами. А ты можешь привести пример непослушания приведущей к катастрофе? Нет, вот я могу рассказать пример четкий с искусственным интеллектом, который, так сказать, мне рассказывал Микоян. Он был зам руководителя по летным испытаниям «Бурана». Микояна, который воевал еще с годами Великой Отечественной войны. Да, на Ниге он летал, что было прекрасно, он даже сбил какой-то высотный разведчик. Смысл их сейчас в том, что он уже, будучи генералом, имея огромный летный опыт, значит, когда они учили им летать «Буран» в автомате, чтобы он автоматически принимал сам решение. У него было, понятно, там энное количество сценариев полета, вот. То есть там было, конечно, все на примитивной элементной базе, но даже та элементная база, которая была в 80-е годы в СССР, позволяла уже работать в режиме машинной логики и искусственного интеллекта. И, фактически, «Буран», когда заходил на посадку, он принял решение, которое никогда бы не принял летчик-испытатель, если бы пилотировал из космоса, да, он никогда бы такое решение не принял, а «Буран» принял это решение. Он начал уходить под углом 90 градусов перпендикулярно полосе. Ого! Да, и там началась паника, и уже хотели дать команду на сам подрыв «Бурана». Ну, машина ушла, наверное, вот. А на самом деле это вот был показатель того, что искусственный интеллект, который был в «Буране», он оценил метеорологическую обстановку, надо учесть, что он заходил на посадку как планер. У него не было права на ошибку. То есть без рулежных двигателей, правильно? У него не было двигателей. Вот он как вот ушел с орбитальной скорости первой космической и стал тормозиться в районе Африки. Так он прошел Каспий. И его в этот момент ввели там все эти системы ПВО. Там, кстати, развернули зенитно-ракетный полк рядом с аэродромом «Юбилейный», куда должен был приземляться «Буран». Ну что-то в случае чего его сбить, если машина вы... Испоминает. Да, контроль. Да, да. И внутри были заряды, чтобы его ликвидировать. Это была штатная система. У нас вообще все космические аппараты снабжены системой самоликвидации. Ну это правильно. Робот должен иметь такую систему. И биологический робот, и любой. И в итоге, значит, была паника где-то в 30 секунд, когда, значит, Центр управления полетами на Байконуре, они, значит, видят радиолокационную метку. За «Бураном» летел как раз Маганет Амарович Толбоев на «Спарке» МИК-25-го. И чем кончилось? Ну чем кончилось? «Буран» сделал грамотный маневр. Он же пародировал трех летчиков-испытателей. У него контр-летный почерк есть у каждого летчика, да? Он пародировал трех... Это же не пародия, а наоборот обобщал опыт троих пилотов. Ну, я могу сказать, что для летчиков это все равно была пародия. И когда, значит, пришелся вопрос о том, что давайте все-таки запустим «Буран» в автоматическом режиме, но в качестве контрольного, значит, контура управления посадим туда Игоря Петровича Валкар. Но во время совещания это все было отклонено, и сказали, что нет, «Буран» полетит в автомате. Короче, да, он заходил на посадку, но у него не было права на ошибки, то есть на второй заход, потому что он не мог, у него просто не хватило бы тяга вооруженности, это же утюг. Ну, конечно, Буран, какая тяга вооруженности, если двигателей нету? Никакой тяги нету, да, конечно. Он должен был с первого захода зайти на линию ВПП, и вот он погасил скорость, потому что там ветер очень сильный был, и зашел на посадку так, как ни один летчик бы не принял бы такое решение, потому что любой человек, он бы, ну, сделал все для того, чтобы, значит, зайти по простейшей территории. Да. А он вот сделал такое торможение, значит… Ну, понятно, то есть слава искусственного интеллекта даже той советской эпохи, а все-таки сейчас искусственный интеллект, например, на Посейдоне, это все равно какая среда, водная среда или воздушная среда, разум один и параметры, ну пусть они несколько изменены, но другие, другая. Ну, надо прекрасно понимать, что сейчас другая уже элементная база, что на этом Посейдоне, конечно, большие возможности по грузоподъемности, наверное. Вот, на астразиации там же надо весовую культуру соблюдать, надо, чтобы все было легкое и не сильно энергетически зависимое. Вот, поэтому это совершенно другие, это все вот эти морские, океанские… Ну, вот видишь, у нас есть сведения, что он вышел из-под командного центра и отказался проходить там… Ну, слушай, но если бы он вышел из-под контроля, его бы самоликвидировали. А вот в том-то и дело, что, по всей видимости, он берет контроль… Потому что у каждого робота есть система уничтожения, потому что там полно всяких есть технологий, которые не должны попасть в руки, то есть в случае захвата там должна быть какая-то система, которая должна защищать его, а если защитить невозможно, то, значит, надо его ликвидировать. Советский Союз, он создал вот систему «мертвая рука», как называют на Западе, которая сама может принимать без политического руководства решение о пуске ракет. Я уверен, что по итогам этой аварии российская власть выскажется в русле гибели Курска. Она сгорела. Иного ожидать не приходится. Реального ответа мы не получим, и это понятно. А нормальные люди умоются версией об испортившемся аккумуляторе или еще какой подобной билиберде из фильма «Люди в черном». На этом фоне действуют сильные мира сего, и это вовсе не Ротшильды и не Рокфеллеры, и не президенты стран. Давайте вспомним, с какой легкостью президент России Дмитрий Медведев отдал Норвегии огромную часть российских территорий Баренцево моря. Это как раз те территории, где и располагается район интереса сильных мира сего. К их числу относятся король Норвегии, королева Дании, которая сегодня является главной на земле. Все они из рода Романовых, а лжефамилия Романовы происходит от названия портала, который ведет на ту сторону земли. В качестве примера приведу американское название упомянутого мной фильма «Тихоокеанский рубеж». В английском варианте он называется «Пасифик Рим», то есть «Мировая трещина». От этой трещины и происходит фамилия Романовы. Это очень интересно, то, что вы сообщили, потому что мы тогда видели, что там была какая-то очень мутная история с этим лошариком, с юбилею экипажа. Вот эти ребятишки, вот эти, так сказать, ученики Люцифера, которые с цифрой работают, они же работают с цифрой. Но что такое вообще интеллект и где граница интеллекта и проникновение в него разума, они этого, конечно же, не знали и не знают. И что, такой дар они не мечтали никогда получить. Но вот этот интеллект, он почему-то отличился. Это как «Тринадцатый чертенок». Помните мультик в детстве? Вот он такой вот. Ну а вчера, наверное, в это событие тоже искусственный интеллект сыграл свою роль, чтобы эти корабли не бомбили стержнями этими с орбиты. По всей видимости так, да? Но все там сработало. Я думаю, что все, это же божий промысел. Понимаете? То, что делают... Я вообще хочу увидеть хоть одного идиота, который может что-то сказать против божьего промысла. Вот они сидят там в кабинетах, в бункерах вот эти вот бездушные вот эти вот биороботы. И у них даже нет понимания. Ребята, вообще хоть представьте, кто вы и что такое божий промысел. Вообще кто вы? Да, это удивительно. Это все равно шатаракан трехликорной банки и сверху колокон дихлофоса как-то висит над ними. Они этого никак не могут понять. Все что-то командуют, знаешь, такой, что-то, что-то, да мы всех захватим, мы там это... Вот это просто смешно. И даже как-то жалко их уже становится. Понимаешь, от их не вот такой... Не, нам не жалко. Ну ничего, они нас так мучают. И мучили, и издевались. Ты знаешь, когда мы уже побеждаем, когда мы уже ложим на лопатки, и когда мы берем уже вот так вот за шею, чтобы его, так сказать, уничтожить... Не, не, нет. Все равно вот эта искра жалости проходит. Нет. К врагу бежал. И они ей всегда пользовались. Но в этот момент работает Божий промысел. Извини меня. У Божьего промысла только одна цель. Цвет, гармония, созидание оставить. Никаких плохих вибраций не оставлять. Никаких вот этих вот задоголовых, как я говорил, не буду еще раз говорить, в одно место тыков и исосов не оставлять. Вообще. Если они не понимают, для чего им дано тело человеческое, да? Да. Прекрасное человеческое тело. Если они не понимают, для чего им задницу дана, да? Если они не понимают, для чего им рот дана, да? Если они не понимают вообще, для чего им... Власти даны, власти. Да. Вот. Они туда тычут все. Этим тычут куда угодно и тычут туда все, что угодно. То есть они не понимают, у них никакой культуры нет. Вот. Не то же культуры, у них... Вы меня понимаете, короче. Да, не будем обсуждать, да это большая тема. Поэтому, если даже с этим разобраться не могут, с телом, который они залезли, овладели этим телом, то чем им можно еще доверять, какую страну, какой, вон сидят они там на кресле в Госдуме и так далее, кому доверяют, когда у них воспаленные, есть патология. Еще Левашов говорил об этой патологии, что гомосексуалисты, у них происходит следующая ситуация, у них увеличивается резко и пить, что ковидная железа. Во-первых, мы теперь понимаем, что его едят, да, вот эти, людоеды, эпифис, да? Да, ну, употребляют. И во-вторых, вот это одна, может быть, даже из причин такая, и во-вторых, это постоянная выработка гормонов. То есть у нормального человека, у мужчины эпифис имеет один размер, у женщин два раза больше, чтобы выделять при беременности гормоны для ребенка, понимаете? Вот, а у этих два раза больше, чем у женщины проявляется. Ого! Вон, сейчас сканер, положите томографию мозга, сделайте, и вы поймете, кто с патологией, кто больной, кого надо ограничивать от общества. Да. У нас в Москве, мы с вами останемся без правительства РФ, если мы сделаем этот анализ. Мы всех их поместим. Мне кажется, они даже бездушные, это роботы какие-то, это вообще не люди, может, у них вообще ничего уже нет внутри, кроме оболочек. Согласен, согласен, согласен. Они, играясь вот со всеми этими темными, так сказать, оккультными инструментами, думали, что они что-то достигнут, какого-то там совершенства, господства и так далее. Они понимали, что они просто бездарно и преступно растрачивают тот энергетический запас жизни, который им дал род для светлой эволюции. Они просто его прожигают. Они думают, что они за счет кого-то живут. Нет. Во Вселенной все устроено так, что прожигают они сами себя. Сами себя прожигают. Никто им никого прожигать нельзя. Потому что так на других планах устроены вот эти все энергетические потоки, разборки. Поэтому все встает на круги своя.